друзья мои всем привет добро пожаловать в домашний блог мы сейчас приехали в компанию которая в офис компании которая занимается изготовлением кухонь на заказ я вам уже рассказывала что мы планируем поменять кухню но оказалось что все не так просто потому что или это слишком дорогие кухни которые не то что совсем не по карману просто я не вижу смысла давать такие деньги за кухню например на эти деньги можно купить новую машину или это совсем дешево и ни о чем не красиво хочется найти какую-то золотую середину надеюсь что нам это удастся а Ну что, проект нашей кухни создан, мы пошли переваривать все это дело, уже позже приедем для того, чтобы оплатить и заказать. Друзья мои, я обещала вам показать нашу продуктовую корзину, вот сегодня как раз были в супермаркете, поэтому показываю. Хотя продуктовая корзина это, наверное, что-то гораздо более широкое, здесь, скорее всего, просто покупки продуктов, назовем это так. Первое, мы купили рис, рис очень любит в нашей семье, я его довольно часто варю, поэтому он у меня в шкафчике всегда должен быть. Дальше я довольно часто покупаю хлебцы, я вам об этом уже не раз говорила, самый лучший для меня перекус это вот эти хлебцы и творожный сыр. Опять же, вот именно вот этот творожный сыр мне нравится больше всего. Не знаю, я попробовала довольно много вариантов, остановилась вот именно на вот этой марке, причем с зеленью, они там есть разные вариации, вот именно с зеленью мне нравится больше всего. Так, дальше йогурт, йогурт тоже обожаем, это йогурт без сахара, двухпроцентный, и мы его и сами едим, и собака у нас любит, собаки тоже даем. Муж у меня любит без каких-либо добавок, я, как правило, добавляю в йогурт или фрукты, или ягоды. Зимой это ягоды замороженные, ну, летом, соответственно, хотела сказать живые, летом свежие. Дальше, овсяные хлопья, как без них? Утром кашка с овсяными хлопьями, это, наверное, лучшее, что может быть, по крайней мере, для меня, ему, кстати, тоже нравится. Но он еще любит манную, но я манную как-то не люблю, поэтому вот овсяные хлопья тоже обязательно должны быть. Так, тут немного овощей, желтый перец, дальше я покупаю всегда вот такие огурцы, выращиваются они в нашем местном агрокомплексе, он называется Восток. Эти огурцы, по крайней мере, имеют вкус огурцов, все по-настоящему, все очень вкусно и гораздо-гораздо вкуснее и полезнее, чем те, что привозят из Китая. Ну, конечно же, будем ждать, когда уже появятся свои огурчики, но пока так. Так, дальше зелень обязательно, я часто покупаю вот такой микс, здесь листья салата и листья горчицы листовой, по-моему, и так она называется сейчас, да, горчица листовая. Получается очень вкусно, особенно если с креветками или с какими-то другими морепродуктами, просто обалдеть. Дальше обязательно вот такая свежая зелень, это зелень выращена вот как раз нашим агрокомплексом Востока, это, по-моему, из Хабаровска, насколько я помню, но тоже, можно сказать, местная. Так, что у нас тут дальше? Дальше я, конечно же, в очередной раз купила себе финики, чаще всего люблю пить чай именно с сухофруктами, конечно же, финики очень сладкие, очень калорийные, поэтому, ну, не нужно вот такую упаковочку за один раз съедать. За один раз я, наверное, ну, где-то 2-3 финика съедаю, так, ну, стараюсь не увлекаться, еще раз повторю, очень сладкие, но это гораздо-гораздо полезнее, чем пирожные и торты. Опять же, купила свой самый любимый хлеб, он называется питерский, он выпекается из ржаной муки и из пшеничной, и вкус у него просто потрясающий. К тому же, вот этот магазин, где мы обычно покупаем, я думаю, многие комсомольчане покупают продукты в этом магазине, что здорово, они выпекают хлеб, вообще хлебобулочные изделия каждый день, можно прям вот с пылу жару купить, это очень ценно. Дальше купили сыр, больше всего нам нравятся Моздам и Голландский, ну, честно говоря, мы не особо ценители сыров и не особо любители, но утром, утром очень хорошо заходит. Дальше молоко, тоже местное производство, наш молокозавод Дагон, стараемся все-таки отдавать предпочтение местным производителям, но молоко и все молочные продукты, кисломолочные продукты, все покупаем местного производства. Так, дальше Бифи Вит, как понимаете, это кисломолочный продукт, и мне очень нравится, что у него нет вот такого очень кислого вкуса, он очень приятный, и даже если вы не любите кисломолочные продукты, его все равно с удовольствием все пьют. Так, дальше мы купили то, что сейчас очень активно рекламируется, новый продукт, не молоко называется. Этот продукт на основе овса, так называемое эко-молоко, еще ни разу не пробовали, поэтому не могу сказать ни по вкусу, ни по тому, как чувствует себя организм после принятия этого продукта. Значит, что здесь написано? Богатый белком пищевыми волокнами, полезными жирами, углеводами, микро- и макроэлементами, витаминами, жидкий пищевой продукт. Ну, я всегда с радостью хочу попробовать что-то новое. В принципе, я к молоку нормально отношусь, как видите, мы его покупаем, но, как правило, мы его не пьем, а я варю кашу, немножко с водой разбавляю, и у меня муж любит утром, я уже говорила, по-моему, манную кашу, я люблю овсяную кашу, но все-таки совсем на воде как-то, ну, у меня не получается. Все-таки развожу молоко с водой, и вот, вот, очень-очень вкусно. В фруктах сегодня только лимон, немного яблок, яблоки-ронетки, это новый урожай. Пока яблоки набирала, такой аромат стоял, просто, знаете, вот свежие-свежие яблочки, пахнет очень-очень вкусно. Ну, и взяла, купила себе еще манго, муж у меня вообще манго не любит, не понимает, а я люблю и довольно часто покупаю. Единственное, что, вот, смотрите, сейчас выбрала только один плод, потому что вот он как-то зрелый, все остальные были какие-то еще зеленые, поэтому выбрала только один. Так, дальше, мясо. В принципе, мяса у меня в холодильнике есть и довольно много, поэтому я взяла только вот такое филе говядины. Я планирую сегодня приготовить гуляш, как правило, говядину я готовлю в мультиварке, мне нравится больше всего, потому что она получается вот прям мягкая, рассыпчатая, по-моему, она часа два в ней его готовится, да, не меньше, но вот классно. И, наверное, на гарнир это будет рис, самый лучший, на мой взгляд, вариант. Так, дальше, яйца, яйца тоже местные. Далее, в очередной раз купила вот такие макаронные изделия, я очень часто покупаю именно эту марку. Они изготавливают свои макаронные изделия из твердых сортов пшеницы, мне это очень нравится, потому что они действительно очень вкусные, не разваливаются. 10 минут и все готово, очень вкусно и нашей семье нравится. Дальше я купила воду, у нас стоит фильтр, поэтому готовим мы на фильтрованной воде, а для того, чтобы пить, покупаем, ну вот, нечто подобное. Вот эта марка, кстати, мне нравится. Так, с продуктами все, кое-что осталось из аптеки. Я покупала себе батончики вот такие фруктовые, очень они мне нравятся. И еще раз повторю, я чаевница еще та, очень-очень люблю пить чай, но пироженки и конфетки, все это понятно где откладывается, поэтому или сухофрукты, или вот такие замечательные батончики фруктовые тоже отлично подойдут. Также я решила заказать в аптеке и попробовать вот такой совершенно новый бат, биологически активная добавка пищи, причем как для взрослых, так и для детей. Мы же с вами все знаем, что красота нашей кожи и здоровье волос, оно начинается изнутри, это, по-моему, всем известно. А пробиотические продукты как раз восстанавливают его естественную микрофлору и, конечно же, улучшают пищеварение, обмен веществ. И, естественно, это не может положительно не сказаться на нашей внешности. Это пробиотик последнего поколения для одновременного ухода за кишечником и внешностью, это нам очень даже подходит. Очень удобная упаковка, не требует хранения в холодильнике, что, конечно же, важно. И вот эта одна пачка, 20 капсул, она рассчитана на курс приема, то есть 10 дней по 2 капсулы в день. Буду принимать, потом, конечно же, обязательно с вами поделюсь. Так, я вам сказала, что это все, а это ничего не все из продуктов. Я еще купила курагу, чернослив и грецкий орех, как раз для того, чтобы сделать ту самую витаминную смесь, о которой я вам рассказывала. Рецепт у этой смеси очень простой. Вы измельчаете грецкий орех, потом сухофрукты, это может быть ягода, это может быть, кстати, и лимон. Ягода лучше всего это калина или, не знаю, ну что-то такое высоко, ягода, которая содержит большое количество витамина С лучше всего. И все это добавляйте в мед, размешивайте с медом, получается у вас такая вкусная и полезная смесь. Очень советую вам попробовать витаминную смесь, потому что это действительно натурально, это очень-очень вкусно и это очень полезно. Сегодня у меня просто супер насыщенный, супер продуктивный день. Я, кстати, заметила, если все свои дела, запланированные на день, начинать с самого утра, то всегда все складывается классно, всегда все получается. Я вообще не сторонник спать до обеда, я этого никогда не делаю, но у меня есть такая дурацкая привычка долго раскачиваться. Я вот нахожу то одно о себе дело, то другое, пока приступаю к самому важному, но сегодня вот как раз все как надо. Сейчас мы хотим немножко перекусить и я отправлюсь домой, потому что сегодня транспортная компания должна привезти мне габаритный груз. Это такая, знаете, посылка из разряда мечта всей жизни, вот ни больше, ни меньше. Слушайте, я вот думаю, пока мы ждем свой заказ, давайте я вам быстренько покажу, что в моей сумке. Вот прям именно самое-самое необходимое, то, что я всегда беру с тобой. Так, что у нас тут? Пудра. Я вам, кстати, показывала отличная пудра от Миша, с SPF 50. Вообще здорово, можно обновлять макияж и сразу защищать кожу от солнца. Так, очки. Дальше, что у меня тут? Еще одни очки, но это уже для зрения. Так, дальше я продолжаю пить вот эту биологически активную добавку пробифит. Я вам уже рассказывала, что это источник пробиотиков, и сейчас во время обеда я как раз приму положенные мне две капсулы. Так, дальше. Блеск для губ. Кстати, тоже много раз его показывала. Это просто мой фаворит. Расческа. А потом салфетки. И все. И все, мои дорогие. Остались только ключи. Вот это основное, что мне нужно для обычной, что ли, жизни. Как видите, немного. Это мой долгожданный заказ. Это зеркало, ребята. Как я давно хотела такое зеркало. Полный рост. Огромное. Как мы его поднимали на 10 этаж. С учетом того, что в лифт оно не входит. Это просто отдельная песня. Но оно, наконец-то, у меня. Сейчас я сниму вот эту защитную пленку. И покажу вам, как оно выглядит. Все зеркало я распаковала. Осталось мне только лампочки поставить. Лампочки, конечно же, прилагались. Вот целая упаковка. Сейчас я их размещу. Ну что, друзья, включаем? Так, сейчас посмотрим, как это будет работать. Вот такая красота, ребята. Посмотрите. Это зеркало освещает мне полкомнаты. Вы посмотрите, сколько света. Пока я планирую оставить это зеркало здесь. Но это не его место. Потому что это замечательное зеркало задел на нашу новую спальню. Мы уже давно планируем поменять спальню. Но знаете, как бывает, вроде смотришь, ну надо бы что-то поменять. Да вроде бы как и ничего еще. Но теперь, я думаю, мы уже точно не отвертимся. Потому что такое замечательное, я бы сказала, просто шикарное зеркало. Оно будет очень хорошо смотреться именно в спальне. Мне очень нравится, что у этого зеркала есть вот такая замечательная подставка. То есть сюда можно что-то ставить для красоты, для украшения. И также вот эти замечательные ножки на колесиках дают возможность передвигать зеркало, куда вам необходимо. Смотрите, как оно хорошо подсвечивает. Прямо лицо очень и очень видно. Но свет такой рассеивающий, что ли. Под видео я вам оставлю координаты ребят, которые изготавливают такие классные зеркала. Они разных размеров, насколько я знаю, и большие, и маленькие. И сейчас у них проходит акция при покупке вот такого большого зеркала. В подарок вы получаете вот такое маленькое зеркало. Сейчас я сниму с него пленку и покажу вам. Вот оно зеркало. И я так понимаю, что оно на подставке. Да, вот такая подставка. И у меня как раз осталось 4 лампочки. Вот такое маленькое зеркало. Можно поставить его, конечно же, на туалетный столик. Вот здесь, кстати, есть кнопочка. Упс, включение-выключение. Очень ярко светит, просто здорово. Согласитесь, отличный подарок за покупку. Ребята, спасибо, подарю это зеркало своей дочке. Думаю, она будет очень и очень рада. Ну что, проверим, как оно работает. Я как раз выхожу сейчас из дома. Уже оделась. Это очень удобно, ребята. Очень-очень. Большое зеркало, это, конечно, да, вещь. Ничего не скажешь. Я довольна. Сегодня вот опять делала маникюр вот с этим средством от Фаберлик. Как же оно мне нравится. Знаете, когда, ну вот нет у меня сейчас ни настроения, ни самое главное времени наносить лак. Как-то там, не знаю, все это долго и аккуратно. Просто два слоя и свеженький маникюр, свежие ноготочки. Просто палочка-выручалочка. Сегодня я была у своего мастера и убрала длину. У меня так хорошо отросли волосы. Я просто удивляюсь очень-очень быстро. И, кстати, мастер ответила качество волос. У меня, в принципе, сами по себе волосы довольно неплохие, густые. Но так как я постоянно окрашиваю, качество все равно страдает. И если учесть, что я не меняла уход, то вот такой максимально быстрый рост и к тому же хорошее качество меня порадовало. И я все-таки это связываю с приемом бифевида. Потому что пробиотики все-таки улучшают пищеварение, улучшают усваиваемость витаминов и минералов. И это, конечно, не может не отражаться на внешнем виде, наверное, так скажем. Волосы, качество кожи, все улучшается. Это, конечно, не может не радовать. Получилась сейчас новую посылку. В ней бюджетная декоративная косметика. Я специально делала этот заказ для того, чтобы создать отдельный ролик с макияжем бюджетной косметикой. Вот именно бюджетной. Потому что довольно часто можно прочитать комментарии там то дорого, то дорого. Но давайте попробуем сделать абсолютно бюджетными продуктами, которые доступны всем и каждому. Есть несколько здесь новинок. Ну, в том плане, новинок для меня. Например, вот эти блески от Vivienne Sabo. Вот этот цвет мне уже очень-очень-очень нравится. Что тут еще? В принципе, вот эта пудра от Catrice. У меня была пудра от Catrice, но это, по-моему, совершенно другая. Причем, знаете, как я хочу сделать? Я эту косметику до съемок видео открывать не буду. Использовать ее не буду. И мне хочется рассказать вам вот именно самые-самые первые впечатления. Мне кажется, должно получиться интересно. Кстати, вот эти два карандашика от Vivienne Sabo для бровей тоже очень давно были в моих хотелках. У себя в городе я их не нашла. Поэтому заказала. Ну, вот еще вот такой лак я заказала. Делала сегодня как раз с ним маникюр. Мне нужен был нейтральный оттенок. Я любитель ярких, вы знаете, яркого маникюра. Но бывают ситуации, когда просто элементарно нет времени для того, чтобы выводить какие-то яркие оттенки. С ними все равно приходится возиться. А вот такой сделал быстренько и все хорошо. Сам лак очень даже неплох. Единственная кисточка, я не очень люблю такие кисти. На мой взгляд, немножко широковато. Ну, в общем и целом, очень даже неплохой и лак, и цвет, на мой взгляд. Ну что, на этом буду с вами прощаться. Спасибо большое всем, кто досмотрел этот ролик до конца. И увидимся в следующем видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok